Район Маяк На Маяке раньше жили только работники электромеханического завода, дока «Красный Октябрь» и аэропорта Плеханово. Юрий Маргунов сюда приехал 60 лет назад. Молодой инженер лично боролся с преступностью на районе. У нас было два участковых, опорный пункт, где сейчас есть. Значит, они постоянно, и мы, дружина была организована от электромеханического завода. Наше дело было посещать неблагонадежно. Сегодня необходимость патрулирования отпала. Даже ночью не страшно гулять. Хожу в 12 ночи, бывает, за сигаретами, допустим, в магазине. Нисколько не страшно. Ночью все же гулять не стоит. Лучше днем посетить сквер юности. Самое популярное место района не так давно пережило капитальный ремонт. Дорожки сделали, площадка детская. Раньше была одна аллея только. Так что для детей это очень хорошо. Сорняк был. Ходить тут гулять невозможно было. Собирались тут всякие элементы непонятные. А сейчас хорошо стало, благоустроили все. А еще детей можно отвезти в детский юношеский центр «Вероника». На каникулах он пустует. А с 1 сентября дети будут посещать множество творческих кружков. Есть и платные, и бесплатные. Но больше, конечно, бесплатных. Район потихоньку застраивается новыми домами, но кардинально меняться не спешит. За это местные любят свой маяк. Несмотря на то, что старые, не очень ухоженные, но тем не менее, ностальгийная, наверное, по Советскому Союзу. Очень хорошая развязка. Доступный магазин, доступный цен. Здесь как-то более уютно. Для меня кажется, что какая-то уютность есть. Карина Закирьянова, Евгений Проскуряков. Тюменское время.